Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Село Терлянский, Южный Урал. И вот у нас такая беда. Горит гора судовая. Несколько дней продолжается пожар. Тушат. Сегодня 15 мая. И вот он снова разгорается. Вот он практически ничего не было. Вот такие три очага. Вот такая стихия. Несколько раз за мою жизнь эта гора горела. Но это самый сильный пожар. Хорошо, что нету сильного ветра. Видите, дым идет вверх. Но распространяется. Ну, тушить очень трудно. Горы, скалы. Там нет дорог. Но люди тушат. Не дают ему распространиться к поселку. Вот наше село. Вот такая у нас красота. И вот такая стихия. Друзья мои, зрители. Будьте осторожны в лесу с огнем. Не разжигайте костры. Тушите сигареты. А все у нас сейчас введен режим что в лес вот сегодня ходить уже нельзя. Запрещено. Стоит жара. Днем 30 градусов. Представляете? Южный Урал. Днем 30 градусов. Вот такая вот экстремальная погода. Меня спрашивают мои зрители, которые смотрели предыдущие виды, видео. Что это? Ну, это человеческий фактор. Неприродный пожар. Ну, а загореться может от всего. От непотушенной сигареты, костра. Даже вот от бутылки. Бутылка, банка стеклянная. Если она лежит и она действует как увеличительное стекло в такую вот жару. Трава запросто может загореться. Я всегда, когда бываю в лесу, если увижу бутылку, если есть возможность, я ее закапываю. Если нет возможности. Точнее, если есть возможность, я ее забираю. Если нет возможности, я ее закапываю. поступать точно так же. Стекло это, как я уже говорил, действует как увеличительное стекло. Запросто может разгореться от бутылки, от банки. Ну вот, мои друзья, мои зрители. Все беспокоятся. Спасибо вам, что вы беспокоитесь за нас, за наше село. Покажу сейчас вам поближе еще. Посмотрим. За всю мою жизнь эта гора горела несколько раз. Но первый раз такой сильный пожар. Спасибо, что, Господу, что нету ветра сильного. Многострадальная гора. Ну, всем пока, мои друзья. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны с огнем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok